Привет, друзья! Меня зовут Андрей Вашкин, это мое новое видео, и в каком-то из видосов я говорил, мол, смотрите, какой знаменательный день, я проснулся в 7 утра, я чувствую себя бодрым, и там, кататься, снимать, все дела. Уже сегодня час дня, я только проснулся, чувствую себя очень сильно уставшим, ну, я монтировал, короче, вчера видос про самокат с рипером Аглоской, для того, чтобы вы его увидели как можно быстрее. В общем, ребята, ладно, не суть, я вам обещал ролик с обкаткой скейтпарка, нового крытого скейтпарка, и так, объясняю быстро, что к чему. Те, кто следят за инстаграмами, к примеру, Райсу Хторшопа, они, в принципе, должны быть в курсе всего. Те, кто не следят, быстро ввожу в курс дела, ну, и, так сказать, освежу информацию. Сегодня суббота, 22 мая, и 23 мая уже завтра. Логично. Короче, у нас проходят ежегодные такие соревнования, контест по самокату, там, по BMX, разные дисциплины, все дела. Минн Стрит Геймс, в общем, у самокатеров завтра будет контест. Непросто. Приехал Дима Фазолов судить этот контест, и, ну, так сказать, мастер-класс показать. Про Райдер от команды Горилла. Короче, сегодня мы планировали покататься в стриту, так сказать, тусовочкой. Ладно, короче, сегодня мы планировали покататься в стриту, но погода сегодня вообще не очень, поэтому сегодня мы будем кататься и снимать в Крытомский парке, о котором как раз-таки и идет речь. Поставьте лайк, и мы начинаем. Ребята, честно вам признаться, я даже не знаю, что получится сегодня снять, что получится не снять, как получится покататься. Я надеюсь, что все будет круто, но вообще сегодня все были настроены на стрит-катание, ну, к сожалению. Ну, в общем, это ладно, не суть. Буду снимать все, буду снимать все подряд. Кстати, вот вам советик небольшой, если вы, ну, там, что-либо снимаете, я не знаю, блок у вас там, не блок, еще что-нибудь, для того, чтобы сделать хорошее видео, как показывает опыт, лучше снимать все. Лучше вы снимете больше и ненужное вырежете, нежели, наоборот, вам будет не хватать материала. Ну, короче. Кстати, у этого скейт-парка у нас есть одно правило, которое немного ограничивает. Это на самокате нельзя кататься там с пегами. Ну, и поэтому два вот этих малыша сегодня остаются дома. Как вы понимаете, потому что у них есть пеги. И, на самом деле, мне было бы интересно покататься на самике с рипером сегодня с пешками. Это потому что в скейт-парке есть грани, ездить поскользить. Было бы прикольно, но правило есть правило. Поэтому сегодня я беру с собой вот этот самокат с Теннессити, Декой Траст, ну и Беспек, как вы можете заметить. И за последние три месяца я на нем выезжал, наверное, только один раз. Как раз-таки тоже на открытие в Магистр. И это очень разные самокаты. Тэшка, плюс она высокая. Я последние три месяца катался только на О-образном Дегосте. Ну, и вот сейчас еще на Рипере. Но это очень разные ощущения. Как будто это вообще не мой самокат, на самом деле. Поэтому мне снова, как бы, придется, там, не знаю, минут 30 только прикатываться. Привет. Че за найс-петушар? Найс-пет... У меня кипяток в штанах, понимаете? Включили камеру. Антоша Прот, В2. Снимать пойдешь? Сейчас спина белая и грязная. Смотри, а у Брайана, как у меня раньше была, и сейчас моя у Брайана. Ты, конечно, зажрался. Напишите в комментариях, какую бы вы выбрали. Раз или два. Или трасс. А хочешь, чтобы я трюк сделал? Да, парочку. Сейчас Диман еще подъедет. Поехали. Поехали. Продолжение следует... 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 Доволен на все 100%, может даже больше. Изначально это планировалось просто такая лайтовая покатушка, типа почилить, но по факту, я не знаю почему, в пацанах проснулся такой, блин, соревновательный дух, просто что мои глаза очень сильно радовались. Пацаны, которые там были, вы крутые, показали уровень, все молодцы. Ну и в целом так прошло все, мы там жестко суетились и пытались все сделать максимально хорошо для вас. Я пытался очень сильно, и у нас это в целом получилось. Так что спасибо, что пришли, в субботу было очень круто. Но вот с воскресеньем было немножко потяжелее. Ну, начну вам объяснять. Я очень вкратце расскажу, просто чтобы вы имели в виду, что из себя представляют мои крайние выходные. Собственно, я монтировал в ночь суббота на воскресенье, был уже не выспавшийся, да и фиг с ним, приезжаю на раскатку, раскатка где-то с 12 до часа, контест проходил в скейт-парке на фигурах Айбайка, на переносном парке Айбайка, который поставили прямо в центре города во время стрит-геймс, точнее, на время стрит-геймс. И во время раскатки все было отлично, светило солнце, классная погода, все приехали стали раскатываться, но как только началось, как бы, все дело близилось к контесту, и раскатка подошла к концу, пошел дождь. Потом снова солнце, потом парк подсыхал, и снова дождь. И так, в общем, раза было 4 или 5, и мы швабрами убрали воду, чтобы асфальт быстрее высох, и мы быстрее начали проводить мероприятия. И, блин, снова шел дождь, пока все подсыхало. И, короче, спустя где-то часа 3 мы все-таки начали проводить контест. И погода нас не подвела, мы все-таки от начала до конца его провели уже, после того, как все эти катаклизмы закончились, стало очень здорово. Более-менее распогодилось, мы немножко покатались там на спотике на переносной периле, и к этому моменту, пока мы ее раскатывали, ну, точнее, вы ее раскатывали, парк уже высох, и мы начали контест. Это был контест среди лучших белорусских райдеров. Вот, мы выбирали лучших по вашим заявкам, ну, ребята оставляли заявки в определенной форме, и мы отсмотрели, так сказать, видосы и выбрали тех, кто будет участвовать. Там вроде было 25 человек. У них были две попытки в квалификации и две попытки в финале. Вот, и был еще бест-трик. Целое видео с контеста и с субботнего мероприятия, которые, ну, вот, видосы именно посвящены этим мероприятиям, вы можете посмотреть на канале RideScooterShop. Ссылку я оставлю в описании. Перейдите, потому что там наш оператор Саня снимал два дня постоянно, очень много, и я думаю, вам будет на что посмотреть. Ну, вот у меня такой небольшой кратенький рассказик, и покажу вам некоторые попытки пацанов. Из-за всей этой погоды, суеты и так далее было достаточно тяжело проводить. Но, опять же, мы справились, и это очень круто. Респект вам, пацаны, потому что вы терпеливо ждали, пока погода, так сказать, вернется в нормальное состояние, нормализируется. Некоторые уехали, а те, которые остались, вы красавчики, потому что, опять же, выложились неплохо. Единственное, что я расстроился за Нифана, потому что как-то там получилось, что он планировал свою попытку, и квалификацию откатал очень даже неплохо, это 100%, а финал, в общем, вы сами сейчас все увидите, финал, к сожалению, не задался. Так вот получилось, так бывает. Все произошло, как я понял, потому что как-то так вышло, что он вышел выступать, получается, откатывать свою попытку в финал, раньше, чем он ожидал, и он не успел спланировать свои трюки в попытке. Вот и все. И поэтому он делал все подряд, и местами терялся. Там он один раз упал, и после этого прям сильно потерялся, и поэтому дальше уже было тяжеловато. Но за Нифана я очень переживал, я болел. Абсолютно на 100% трюков навалил Даник, и взял первое место, и быстрик. Опять же, лучшие трюки, ребята, видите на канале Райдскутер Шопа, конкретно с воскресенья. Второе место занял Кирилл Миреев. Ничего удивительного, очень стабильно откатался. И третье место Марыч. Вот, в принципе, и все. Сейчас вы видите некоторые попыточки, и на этом я с вами прощаюсь. Как я и говорил в начале видоса, все может пойти не по плану. Так и получилось, так и происходило. И поэтому этот видос снимался как бы вот так. Ну а просто поехать и еще покататься в скейтпарке мы успеем в любой момент. А пока, так сказать, на горячем, пока воспоминания где-то рядом, я решил все-таки это видео уже доделать в одно целое. И я надеюсь, вы от него кайфанули. От трюков, возможно, даже прониклись атмосферой, и вам оно понравилось. Все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, и перейти по ссылочкам в описании на социальные сети. Мне будет приятно, если вы подпишетесь на меня тоже в социальных сетях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok